Чтобы ты ничего плохого про меня не думал, я тебе хочу сказать большущий респект и уважение за то, что ты набираешь просто нереальное количество лайков под роликами с вебочкой. Буду абсолютно каждый видос говорить, тебе спасибо. Ребят, рекомендую вам подписаться на канал Пурпурный Крекер и, конечно же, поставить на колокольчик, потому что этот ютубер у нас раздает внимание голды на своих стримчиках. Да, ребята, вообще просто на изи. Также я чекнул его пару роликов, он делает угарные монтажики, устраивает дуэли с ютуберами и делает ролики абсолютно каждый день. Ну, по крайней мере, старается это делать, поэтому, ребята, заходим, подписываемся на его каналчик, ссылочка будет в описании. Также стандартный мини-конкурс от меня на 5 контейнеров. Для участия нужно будет подписаться на его канал и в комментариях написать свой игровой никнейм. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами... Ой-ой-ой, нифига себе, какой огромный был, что чуть ли не пролез туда и чуть ли не меня первую рельку. А, мне всё-таки дали первую рельку, нифига себе, это у нас обнаглевший джиггерпупер. Короче, ребята, эта рубрика у нас убей гудмода он на джиггернауте, и я выступаю в роли как раз-таки того самого гудмода он, о котором раздаю голды. Голды на этом аккаунте, если ребята меня убивают, я им скидываю целых 6 золотых ящиков, но если они меня не убивают, я убиваю пятерых джиггернаутов, я скидываю им всего лишь 3 голда. Думаю, правила, ребята, у нас ясны и понятны, ну а чтобы... Чтобы ты ничего плохого про меня не думал, я тебе хочу сказать большущий респект и уважение за то, что ты набираешь просто нереальное количество лайков под роликами с вебочкой. Буду абсолютно каждый видос говорить тебе спасибо, потому что, ну реально, лайки набираются, лайки набираются очень хорошо, очень здоровски. Мне это очень сильно нравится, очень сильно по душе, поэтому если тебе, в принципе, также нравится вебочка, не забывай ставить свои царские луксы и участвовать в конкурсе на контейнеры. Так, ладно, давайте не будем особо наглеть, потому что что-то мне кажется, что меня сейчас здесь затораканят, немножко убьют и заставят скидывать им целых 6 голдов. А мне как бы это особо не хочется, потому что я у нас зашел, чтобы чисто, как говорится, понагибать их, чтобы чуваки у нас чисто пострадали. Увидели, что есть вот такой вот танчик у нас, да, интересный, который, соответственно, может у нас скидывать золотые ящики и скидывать их просто в нереальном количестве. Так, чувачил, зайки серенькие, я, конечно, не пострекатель, но пошел ты в задницу отсюда, потому что вот серьезно, начинаешь раздражать. Ой, братан, ой, братан, куда ты поехал, я тебе серьезно говорю. Ну, кстати, вот этот чувака, который я только что убил на Джиггернауте, довольно-таки неплохо справлял со своей задачей. Я так предчувствую, что это какой-то у нас созданный аккаунт мультовский. О-о-о-о! Мне кажется, или этот чувак, ребята, только что у нас сыграл как раз-таки через мобильную версию. Либо он там сперва зарегал свой танчик через мобильную версию, а потом, соответственно, уже играл, нагибал через обычную. Так, во-во-во-во-во, братан, братан, брательник, ты что такое у нас творишь, что такое делаешь, а? Не в гости, увидели, как он меня чуть не забавахал, чуть не убил. Так, мне осталось делать всего лишь пару киллов, и я скидываю им всего лишь три голда. Потому что, ребята, голдиков у меня на этом аккаунте становится уже не так уж и много, и поэтому нужно их копить, нужно как-то скилуху свою разруливать, и нужно как-то нагибать ребят, которые находятся на этом звании. Я записывал данные ролики, и, походу, ребзики уже более-менее стали знать такие прочуханные, зная, что вот есть такое чудесное, что его нужно завалить, что может получить достаточно неплохое количество этих самых золотых... Нет, у меня залагало, залипание клавиш, ты что такое творишь, что такое делаешь? А всё, ребята, ой-ой-ой-ой, быстрее голдики, там уже убили у нас, ребят, тех самых джаггернаутов, я так чувствую, не успею им скинуть, или они не успеют взять эти самые голды. Но да ладно, три голда я у нас обязан, просто должен скинуть, а там, как говорится, успеют они или не успеют, это, сугубо говоря, их проблемы. Так, блин, я у нас хотел отъехать, знаете, от тех мест, где падают золотые ящики, но здесь их просто какое-то нереальное количество. Так, там у нас голдик взяли, здесь остаётся ещё два голда, и походу вот этот голдик забирает у нас диктатор, а тот просто лежит, просто лежит в золотой ящик, и никто его, мать его, не берёт, серьёзно. Чуваки, вы что такое творите, вы что такое делаете? Так, ну, остаётся у нас последнее убийство джаггернаута, думаю, ребята, это нам никаких проблем не составит, поэтому... Чтобы вас не задерживайте, чтобы, как говорится, у нас видосик не затягивался на таких вот непонятных метах, мы с вами что делаем? Правильно, мы с вами, ребята, сейчас переместимся в следующую катку, где я у нас также буду играть на джаггернауте, и где буду пытаться сделать 5 киллов, то есть убить пятерых вражеских джаггернаутов, и чтобы я получил, знаете, себе такой небольшой бонус в виде того, что я буду скидывать не 6 голдов, а только 3 золотых. Я ж ему, братан, ну, давай я тебя даже на видеоролик убью, вот серьёзно. Не хотел этого делать, не хотел, как говорится, тебя лишний раз унижать и убивать, но если ты этого хочешь, я, в общем-то, только за. Поэтому переходим к следующему фрагменту. Хребетушечки мои любимые, меня закинуло на карту, которая называется Бойня. Кстати, на этой карте мне почему-то вот нравится играть на джаггернауте, не знаю почему, но как-то я себя чувствую здесь более-менее нормально, адекватно, вальяжно, и можно делать вот такие вот просто несказанные мувы, как говорится, нагибать и убивать джаггернаута вражеского, если у меня это будет получаться, потому что чувак какой-то у нас мега шабутной, бегает там до сям, не даёт себя нормально убить, но, не, показалось, ребят, тупо показалось, приснилось, поэтому не обращаем на это внимания, что я только что сказал, чувачок у нас оказался такой себе, не шибутной, потому что он приехал на вражескую базу и, видимо, не знал, против кого он, соответственно, играл, потому что играет он у нас против Гудмода, который скидывает золотые ящики. А у Гудмода, как вы, наверное, ребят, понимаете, очень сильно прокаченное вооружение. Я как раз-таки являюсь тем самым чуваком, у которого очень сильно прокаченное вооружение. Так, брательник, давай я тебя самоуничтожу. Мне, знаете, здесь даже джаггернаута особо препятствия не предоставляют, как вот эти вот чуваки, которые у нас имеют довольно-таки неплохую прокачку, поэтому давай, чувачки, отходите, уходите, приходите. Блин, там стоят шафтоводики, которых, в принципе, можно тоже, ребята, убивать, можно нагибать, но давайте мы с вами не будем, как говорится, топтаться на одном месте, а просто приедем на вражескую базу и попытаемся убить вот этого самого джаггернаута, если он от нас не уедет, а уехать от него не получится, точнее, от меня не получится, поэтому давай, брательник, отправляйся немножко на Респули, я, как говорится, тебе в добрый путь отправляю. Ой-ой-ой, вот это, кстати, ребята, было немножко опасненько, поэтому давайте немножко засейвим своего джаггернаута, потому что что-то как-то страшненькое стало. Ну, блин, а мне кажется, или вражеский джагг у нас там, ребят, стоит в АФК, а вот так я в него, естественно, не попаду, потому что там прострельчика у нас не имеется. Если меня будут дефать мои тиммейты, это, в принципе, будет достаточно изёво. А, так они убили этого в АФК джаггернаута, блин, ну серьёзно. Ну, такие, конечно, джаггернауты мне, ребят, не очень нравятся, не очень устраивают, потому что они, ну, вроде как бы изичные, вроде как бы, ну, они мне страха никакого не предоставляют, то, что они меня не убьют 100%, это я знаю и так, но как бы из смысла... Вот это было красиво. Я, я, ребята, обнаглел. Я серьезно как бы обнаглел. И, соответственно, поплатился шестью золотыми ящиками. Ладно, давайте, друзья. Я, в принципе, человек слоу, поэтому если вы меня убили, я обещал за это скинуть шесть золотых ящиков, то получайте я только за. Так, три голда у нас уже имеется. Давайте сбросим еще, получается, две штучки, потому что один я сбросил. Так, давай. И последний голдик. Блин, чуваки, меня развели прям на голды тотальные полнейше. Но там, как говорится, я, ребята, у нас уже сам виноват, потому что полез не знаем о куда. Фиг его, пойми, зачем я это сделал. Мог, в принципе, отъехать на свою базу, закишкериться за вот этим мостиком. Ну и ничего страшного, типа, не произошло. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Поэтому, ребята, уходим на небольшую паузу. Резаемся на другую карту и продолжаем. Так, все, ребята, наконец-таки я закликался в эту битву, в эту катку. К сожалению, начало мне не удалось записать, потому что я уже пригрохало убил одного джиггернаута, потому что, ну, блин, были на этот технический шоколад, который, соответственно, способствовали этому всему делу. Короче, я уже закликался на этот самый ран, и там почему-то меня, ребята, оттуда вакикнуло. То есть я просто нажал на кнопку записи, потом нажал развернуть экран на полную, и меня что-то где-то кикнуло, что-то где-то я, видимо, не так сделал. Так, чувачки, там, наверное, мои разберутся с этим самым джаггой, который, соответственно, доставляет мне кучу ему проблем, потому что он шкерится у нас в ямке. Это, как вы понимаете, наверное, не очень круто, не очень здраво, потому что мы должны с джиггернаутами драться. Мы должны убивать друг друга, как-то этому всему способствовать. Так, братан, я тебя, конечно, очень сильно уважаю, но, скорее всего, я тебя у нас не убью, серьезно! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Это что у нас такой за фейл-выпуск получится? Да, второй раз убил. Я понимаю, конечно, один раз можно уничтожиться, и можно, как говорится, пойти нафиг, да, куда-то, но второй раз умереть от этого самого такого наглоства своего, это, мне кажется, чересчур и перебор. Походу, там у нас чувачела был прям нереально-таки прокачен, потому что, ну, увидели, я у него шесть ракет выпустил, а у меня, ребята, вооружение здесь очень сильно прокаченное, плюс потом один вот такой вот выстрел я сделал, и как бы я его не убил, я его не застрелил. Вот, блин, вот чувак, чувак, нет, сейв меня! Сейв ту зе кэбл! Не убивайте, не убивайте! Братан, дай я, дай я уйду, дай я пролезу куда-нибудь! Втиснуй свой танчик, чтобы не умереть! Так, всё, я ухожу на сейв! Мне осталось убить всего лишь, ребята, одного вражеского джиггернаута, и это будет победа, это будет достаточно неплохо. Здесь, кстати, какой-то чувачок, ребята, у нас сбросил в золотой ящик, и, наверное, у меня сейчас будут все шансы как раз-таки убить этого самого джиггернаута, если, опять же, у меня это всё дело получится. Так, чувачок, вот из-за того, что ты меня пытаешься постоянно слить, я у тебя заберу этот голдик. Ну, блин, я же у нас голды раздаю, поэтому давайте, ребята, отдадим этот голдик чувакам из своей команды, поэтому давай, бортельник, забирай! Забирай этот золотой ящик! Серьёзно, по шурику-побырику это дело! Я, ребята, специально так сейчас не наводился в это в самом джиггернаута, чтобы дать возможность моему чуваку как бы взять этот голдик, и если бы я выпустил залп своих ракет, ну, как вы понимаете, он бы, наверное, его не взял. Так, ну, а чуваки, у нас зарабатывают всего лишь 3 золотых ящика, удалось мне пройти этот самый рубеж в убиении 5 вражеских джиггернаутов, поэтому это найс, и это круто. Блин, и у меня остаётся всего лишь, ребята, 10 голдов. Походу, в скором времени мне придётся пополнять свои запасы и, как говорится, выходить на новый уровень, может быть. Так, чувачок, я, конечно, не подстрекатель, но вот вражеских джиггернаутов нужно просто-напросто убивать. Да и вообще, вражеских чуваков, потому что они меня пытались унизить, они меня пытались убить. Так, давай-давай, братан, всё, вот, офигеть, своему чуваку, ребята, засейвил этот самый золотой ящик. Мне кажется, выпуск, но получился очень сильно круто и очень сильно заслуживает вашего лайка. Да, ребята, это однозначно, поэтому, если он вам понравился, обязательно ставьте ему свой старский лайк, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok